Это программа День с толком в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Холодно, однако Барнаул сегодня утром накрыл снежный покров. Есть чем гордиться и над чем серьезно работать. Губернатор края держал отчет перед депутатами АКЗС. С ветерком на теплоходе. Насколько подорожают речные путешествия и когда стартует навигация. Зима попыталась вернуться на Алтай. Похолодание пришло из соседних регионов. Утром в крае его столицы был настоящий снегопад. Апрельский снег барнаульцы постили во всех соцсетях. Только что и у нас снег пошел. Здравствуй, зима. 24 апреля. Аварии, пробки, последствия непогоды. Ведь большая часть автомобилистов уже поменяла резину на летнюю. Но успокоим жителей края. Уже к концу недели в регионе ожидается потепление. Днем до плюс 17 градусов. Добавим также, на большей территории края сохраняется высокая пожароопасность. Пока жители края приходят в себя после подтопления талыми водами, в барнаульском пригороде не могут избавиться от грунтовых. Они топят придомовую территорию, со слов жителей села Лебяжи Центрального района, и зашли в подпол жилого дома. Сумма ущерба с каждым днем растет. Кто бросит подтопленцем, спасательный круг узнавали наши корреспонденты. То есть вода стоит прямо чуть-чуть. Вот видите. По периметру 20 сантиметров. В центре больше полуметра. Вода затопила двор, скрыла фундамент жилого дома. Грунтовые воды атаковали село Лебяжье в конце марта. Уже конец апреля, а вода не отступает. Вода уже начинает цвести, она зеленеет, никуда не уходит. Абсолютно не на один сантиметр. То есть у нас здесь плавают утки. Прямо за забором. Отки. Вода пришла и в подпол жилого дома. 5 сантиметров. И она зальет комнаты. Сейчас сумма ущерба достигает 100 тысяч рублей. Но цифра явно увеличится, уверена Анна. В апреле администрация выезжала к подтопленцам и неоднократно откачивала воду. Бесполезно. Грунтовые воды нет смысла откачивать. Помочь может новая система водоотведения, уверена женщина. На территории села Лебяжье водоотведение осуществляется поверхностным стоком по водоотводным каналам. В паводковый период проводятся работы по прочистке водопропускных каналов для пропуска талых вод при активном снеготаянии. А также оказывается помощь по откачке талых вод с низменных участков в случае необходимости. Дом у Анны застрахован. Но она уверена, что страховая сумма явно не покроет затрат на ремонт. А между тем, женщина все же надеется, что путь решения ежегодной проблемы найдется. Ведь от грунтовых вод дома разрушаются и люди могут лишиться единственного жилья. Валентина Аскерова. День с толком. Одно заявление. Несмотря на похолодание на большей территории края, сохраняется высокая пожароопасность. Там, где вероятны возгорания, проводятся тактические учения, а по сути реальная работа с огнем. Накануне огнеборцы выезжали в Калманский район. Подробности у Марии Костылевой. Это условный пожар в районе села Кубанка Калманского района. Настоящий здесь был в 2018-м. Тогда огонь перешел на жилые дома. Населенный пункт относится к одному из подверженных ландшафтному пожару. Поэтому здесь оперативники провели учения. Согласно легенде, вблизи поселка действует очаг возгорания. Причина пожара – сухой грозовой разряд. Далее сильный порыв ветра и уже полыхают жилые дома. Задача – не допустить дальнейшего распространения пожара. На учения привлекались силы и средства 1-го пожарно-спасательного отряда, силы и средства РСЧС Калманского района, добровольцы. Также была применена беспилотная авиация для мониторинга условного пожара с высоты и возможности перехода его на ближайшее строение. Огнеборцы не только ликвидируют возгорание, но и работают с администрацией поселка. Алгоритм следующий – передать информацию о пожаре, оповестить и эвакуировать население. Также ведется сбор добровольных пожарных и привлечение техники для проведения дополнительной опашки поселка. Эти учения для нас – это практические занятия. Способ отработать все взаимодействия между всеми структурами – это МЧС, пожарная часть. Сегодня приглашены здесь все главы сельсоветов, все службы района, чтобы посмотреть, как это на практике происходит устранение таких ландшафтных пожаров. Всего на месте условного возгорания работали 50 огнеборцев, задействовали 8 автоцистерн, пожарно-насосную станцию и другую технику. В свою очередь спасатели напомнили – пожароопасный сезон в регионе действует с 12 апреля. Татьяна Голубева, Мария Костылева. День с толком. А теперь к одному из главных событий дня. Ведущий – аграрно-индустриальный регион, ориентированный на экспорт. Таким видит будущее Алтайского края губернатор Виктор Томенко. Об этом он заявил в рамках отчета о работе правительства региона в 2023 году. Подробнее в сюжете. Растем по всем показателям. Главный посыл отчета губернатора. К примеру, увеличились доходы края, как доказательство эффективной работы правительства. С точки зрения показателей бюджета, пожалуй, главное, что нужно отметить по итогам прошлого года, собственные доходы консолидированного бюджета выросли на 20 миллиардов рублей. Сразу на 20 миллиардов рублей. Почти 18%. Край пытается в целом улучшить качество жизни населения. Для этого разработали стратегию развития. Стратегия социально-экономического развития региона, принятая на период до 2035 года, так определяет нашу миссию. Быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, территорией, создающей инновации. А также стать регионом не только сильных людей, но и счастливых. По словам губернатора. Есть моменты, на которые нам следует обратить внимание. И главный, наверное, который звучал практически во всех выступлениях, это ситуация, связанная с доходами населения. В приоритете также ликвидировать кадровый голод во всех сферах. Сейчас не хватает почти 24 тысячи человек, причем не только рабочих. В частности, не хватает кадров учителей. Ну, к сожалению, низкая остается заработная плата. Несмотря на рост, определенный рост, ну что такое там, 30-40 тысяч рублей в современном мире и заканчивает педуниверситет, работает по специальности. Нет, вот это очень огорчает. При этом на социальную поддержку жителей выделили в 2023 году почти 59,5 миллиардов рублей. И это на 36% выше, чем в 22-м. Большая часть этих средств из Государственного социального фонда. Миллиард с лишним выплатили по социальным контрактам. А почти 167 миллионов направили в помощь ветеранам боевых действий и детям войны. Мы взяли на себя ответственность и за помощь нашим братьям, которые живут на освобожденных территориях, ставших теперь полноправной частью страны, частью России. Славяносербский район Луганской народной республики – это, можно сказать, наш 70-й муниципалитет. Валовый региональный продукт вырос почти на 6%. За прошлый год край заработал триллион рублей. Крупный бизнес в стране и крае справляется с современными вызовами, выдерживает давление санкций и учится ориентироваться в эпоху перемен. К примеру, завод «Ротор» запустил производство изделий для космической отрасли. Раньше такую продукцию в регионе не делали. Те цифры, которые мы сегодня увидели, это, безусловно, социально-экономическая составляющая, которую мы смогли удержать. И в первую очередь огромное спасибо за это нашим землякам, жителям Алтайского края, потому что они решали за это время нетривиальные задачи, как в бизнесе, так и в социальной сфере, перестраивая свои производства на новую компонентную базу, закупая новое сырье в дружественных странах. На сегодняшний день мы представлены в 63 регионах России, также Беларусь, Казахстан и Монголия с этого года. То есть мы строим первый элеватор Монголии, это тоже такой серьезный прорыв. Расходы бюджета по сравнению с прошлым годом выросли вместе с доходами. Деньги направляли и на развитие культуры. Успехи можно отметить и по локальным дорогостоящим проектам, таким как модельные библиотеки, и по показателям посещаемости культурных мероприятий. Плюс 15,5% к показателям 2022 года. Похожая статистика в сфере здравоохранения, но радует меньше. Больниц с современным оборудованием недостаточно. Пока отличилась одна 14-я поликлиника. Зато увеличилось число операций и госпитализаций. А с прошлого года действует закон о поддержке кадров в медицинской сфере. И сегодня он действует, он с деньгами, там полтора миллиарда рублей. И мы сегодня видим уже реальное выполнение действия этого закона в виде того, что у нас сегодня в кадровом обеспечении, если по врачам смотреть, то у нас прирост за 2023 год 94 доктора. У нас стабилизировалась ситуация по средним медицинским работникам. Судя по докладу губернатора, край развивается и как туристический центр. Белокуриха конкурирует с курортами соседнего горного Алтая. Однако новым вызовом стала ситуация с экологией в городах из-за твердых коммунальных отходов. В ближайшие годы в регионе должны построить пять мусороперерабатывающих комплексов и полностью ликвидировать переполненные сегодня свалки. Задач, которые еще предстоит решить, достаточно. А сегодня основная часть депутатов – 50 человек. Отчет губернатора поддержала. Против проголосовали 14 человек. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжим. Почти 13,5 миллионов рублей субсидий выделяют из бюджета края, чтобы сохранить пассажирские перевозки по воде. Старт навигации запланирован на субботу, 27 апреля. Появились ли новые направления на водных маршрутах и подорожает ли проезд, узнавала Юлия Щепина. Даже погода не помешает Барнаульскому речному порту открыть сезон пассажирской навигации. Подготовка судов завершается и флот почти готов к эксплуатации. Три Москвы. Вот они. Тут, правда, две, одна еще в Затоне. Вот. И два теплохода ПТ. Один водолей, второй ПТ-68. Они требуют постоянного ухода. Вот. Ну, мы их красим каждый год. То, что касается двигателей, то за время, так сказать, вооружения, ремонта, значит, двигатели были перебраны где-то необходимо было. А где этого не требовалось, то была замена масла и все. Традиционные дачные направления останутся без изменений. Это Бобровка, Расказиха, Калиновка, Какуйская, Барсуково, Зеленый Клин. Однако в планах и нововведения. Дополнительно, возможно, в этом году, ну, думаю, что будет использоваться еще, эксплуатироваться будет линия Барнаула-Юбилейная. Мы в этом году планируем там начать работы по благоустройству и будем там организовывать зону рекреации, мангальная зона будет там и отдых в палатках, ну, и, как бы, другие возможные. В последние годы за сезон Ричпорт перевозит порядка 70 тысяч пассажиров. Да и цена билета доступна для населения. Однако в этом году ее повысят. У нас сегодня все дорожает, соответственно, мы, как бы, тоже делаем немного дороже билеты, ну, не совсем, так сказать, ну, 10-15% рост будет. На сегодняшний день большая вода ушла. Уровня для работы судов хватает. И, несмотря на ожидание второй волны паводка и совсем не летнюю погоду, речная навигация стартует 27 апреля. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле сегодня начали обкатку новых больших автобусов. Первые испытания транспорта прошли по маршруту номер один. Водителям стажировка необходима для изучения оборудования новой техники, а также маршрута, по которому она будет двигаться. Задача – выявить потенциально опасные и аварийные участки. Напомним, таких автобусов закупили чуть больше 40. Они будут курсировать на маршрутах 1 и 10. Из достоинств – вместимость более сотни человек, система кондиционирования и электронная система оплаты с помощью терминалов. Продолжим. Такое происходит нечасто. Сотрудники ГИБДД в Барнауле пресекли попытку сбыта наркотиков. В ходе несения службы сотрудниками ГИБДД города Барнаула был остановлен автомобиль «Хуанда Цивик» под управлением водителем мужчины 1990 года рождения. При проверке документов, а также в дальнейшем общении с водителем, сотрудниками полиции было установлено, что водитель находится в состоянии опьянения. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В последующем водитель пояснил, что при нем находится сверток с наркотическим веществом. Автомобиль осуновили на Заменогорском тракте, изъяли и направили на экспертизу 98 обнаруженных там пакетов с порошком. В составе вещества общей массой порядка 200 граммов обнаружили наркотическое средство. По данным следствия, неоднократно судимый мужчина ехал со стороны Калманского района. Полицейским он пояснил, что приобрел наркотические средства через мессенджер для распространения на территории Барнаула. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчину заключили под стражу. В Барнауле сегодня стартуют гастроли музыкального театра Кузбасса. За четыре дня зрители смогут посмотреть четыре постановки. Театр приехал в регион благодаря федеральной программе Минкультуры «Большие гастроли». На репетиции перед премьерой побывала Мария Костылева. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пока без костюмов, но уже с особым настроем и трепетом. Уже сегодня барнаульский зритель увидит премьеру музыкального театра Кузбасса. Пожалуй, впервые за долгое время. Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» актеры нашего музыкального театра тоже покажут свои постановки на подмостках кемеровских коллег. Премьера, кстати, тоже сегодня. Здорово, что мы можем обменяться опытом с ними. Кемеровский театр, они у нас уже бывали лет 15 назад, наверное. Но нам не довелось к ним съездить. Вот теперь, наконец-то, мы эту мечту осуществили. Наши сейчас новосибиры выполнены в Кемерово. Мы их встречаем у нас. Репертуар, который представят зрителям, четыре всем известные постановки. «Алые паруса», «Служебный роман», «Собака на сене» и «Летучий корабль». Худрук музыкального театра Кузбасса Владимир Юдельсон говорит, «В каждом из спектаклей есть своя особенность, которая отличает их постановки от других театров». Для нас, все-таки «Алые паруса», для постановщиков, для руководства театра, это все-таки то произведение, которое создал Грин, во-первых. А во-вторых, что-то ближе к тому знаменитому фильму, с Вертинской, с Лановым, который знаменит во всей стране и до сих пор. Труппа актеров уже освоилась на алтайских подмостках. Остается еще несколько часов, чтобы привыкнуть к сцене и выдать премьеру. Однако, как говорит Владимир Жуков, для настоящего актера не важно, где проживать роль. Важно, как. Кстати, кемеровские артисты уже отметили, наш музыкальный театр сделан по-настоящему для зрителя. У вас зал в чем его преимущество? С каждого места видно сцену. У нас немножко как бы зал очень красивый, очень красивый. Но есть ли поезоны? Да, но есть ли поезоны, да, где не всегда комфортно смотреть. Здесь все-таки зал более комфортный для просмотра, конечно. Именно посмотреть спектакль. Самая юная актриса София Жукова учится во втором классе. Несмотря на возраст, уже знает, как актер должен вживаться в роль и что такое сверхзадача. Сегодня девочка играет осоль. Мечтала, думала о будущем, разговаривала с морем, верила. Тем, кто давно хотел посмотреть классические постановки в исполнении музыкального театра Кузбасса, стоит поторопиться. Гастроли продлятся до 28 апреля. Мария Костылева, Владислав Коварев. День с толком. Древнее гончарное ремесло вновь вошло в моду. Азы народного промысла с удовольствием осваивают как взрослые, так и дети. Для юных барнаульцев организовали бесплатный мастер-класс по лепке из глины. О тонкостях гончарного ремесла в следующем сюжете. Находим центр и с размаху кидаем глину в центр. За гончарным кругом дети самых разных возрастов. Школа гончарного мастерства обучает тонкостям древнейшего ремесла юных жителей краевой столицы. После вводного урока сразу практика. Ребята самостоятельно лепят блюдце. Добавь водички. Аккуратненько. Если тебе нравится, можешь оставить ее так. Таня, скажи, пожалуйста, кому подаришь эту тарелочку? Кошкам. Почему? Потому. Я тарелку делаю для кошки. Какая кошечка зовут? Мила. Мила. Ух ты. Я еще буду делать вторую. У меня две кошки, Дуся. Дуся еще есть. То есть Мила и Дуся сегодня у нас будут с прекрасными тарелочками. Что положишь вкусненького в эту тарелочку? Батончик. Я люблю гинталку. Для детей это развитие мелкой моторики, это логического мышления, творческого. Потому что для детей это важно, когда можно просто прийти, что-то сделать своими руками и принести это домой. Самое важное – это унести с собой это домой. Социальные мастер-классы для детей школа гончарного мастерства проводит бесплатно. Благодаря средствам федерального гранта и при поддержке Росмолодежи. Достаточно часто у нас может 2-3 недели проходить подобного формата мастер-класса. Приглашаем людей. Ребята были у нас детки гражданинов, которые сейчас на СВО находятся. Ну, то есть были дети с ограниченной возможностью у нас на подобных мастер-классах. Ну, то есть популяризируем данную тему, да, гончарное мастерство. 15-20 минут – изделие готово. Далее декорирование и покрытие бесцветной глазурью. Освоить азы гончарного ремесла можно без предварительных базовых навыков. Школа гончарного мастерства на Малотобольской приглашает детей на полезный. И самое главное – интересный мастер-класс по лепке из глины. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. И к новостям спорта подведем итоги зимнего сезона. Расскажем, как провели его алтайские горнолыжники и сноубордисты. Поводы для гордости есть. В первой дисциплине наш край получил нынче мастера спорта. А во второй, в параллельном с лалами-гиганте, наши победили, используя уникальный стиль. Подробности у Дмитрия Дроздова. С самого финиша, скорее всего, будет возможность... Ай-яй-яй, вот это падение! Этот полет нашей спортсменки Марии Травиничевой явно войдет в историю. Сочи – этап Кубка России. Золотой заезд в параллельном с лалом-гиганте. Равный заезд именитой югорчанкой Натальей Соболевой. Но за пару метров до финиша Травиничеву подбрасывает на кучки вверх. И спортсменка теряет равновесие. Судьям понадобилось какое-то время, чтобы определить, что Травиничева все-таки закончила дистанцию. Хоть и по воздуху, но раньше соперницы. Чуть неправильное положение корпуса, вот и получился такой финиш эффектный. Первая мысль – это была только кто первый из нас финишировал. И с преимуществом на четыре сотых это была я. На пресс-конференции журналистам была представлена еще одна героиня зимнего сезона – горнолыжница из Белокурихи Вероника Цупикова. Под самый занавес на Кубке страны в Мурманской области выполнила норматив мастера спорта России. А еще в ее копилке серебряная медаль супергиганте и бронзовая суперкомбинации. Все очень верили, очень ждали этого мастера спорта. Мы долго к этому шли. Вячеслав Сергеевич, Сергей Иванович об этом знают. Вместе со мной работали. И очень многое прошли, чтобы он все-таки получился. За это время много было результатов, но повод для того, чтобы собраться – это первый мастер спорта, я имею в виду, здесь у нас в школе. В прошедшем сезоне не только девушки были триумфаторами на склоунах. Горнолыжник Семен Ефимов стал обладателем Кубка страны и завоевал золото на чемпионате России. Так что сезон наши горнолыжники завершили на отлично. А пока отдых после подготовка к новому сезону. Тем более, что на Алтае пройдут серьезные всероссийские старты. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. Спасибо всем, кто нас смотрит. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы завтра в это же время на телеканале «Толк в 19.30». Напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а далее о погоде. До встречи. Продолжение следует...